Я уверен, что среди тех, кто сейчас смотрит это видео, есть те, кто смотрит реаниматора еще с тех пор, когда он был Рапидаксой. Но, скорее всего, вы не задумывались, кем же является его самый главный герой Рейн. И почему, после стольких невзгод, стольких бед и травм, которых он получил, он до сих пор жив. Жив, здоров, как говорится. Почему его не смогли убить ни король Глютон, ни Эбигил своим смертельным ранением в живот? Так давайте же рассмотрим его сущность поглубже. Ну а вы усаживайтесь поудобнее. Для начала, сразу скажу, что я очень благодарен моему фанату GameProGo за то, что он посоветовал мне эту идею. Задуматься о том, кто же такой Рейн, после того, как я пытался разоблачить реаниматора. Это всего лишь теория, не судите строго, но она оправдана фактами. Давайте взглянем на одну из самых первых анимаций реаниматора, где отчетливо видно, что его главный персонаж, прыгая в лаву, вылезает уже в виде биоробота. Внутри него находится металлический каркас, снаружи его покрывают мягкие ткани. Вы можете сказать, что это ничего не значит, но в таком случае у меня вопрос. Почему же реаниматор не удалил это видео, в отличие от многих других, которые подверглись несчастному добавлению в ограниченный доступ? Почему же именно это видео Рейн оставил? Не кажется ли вам это подозрительно? Неужели он хотел что-то нам через это сказать? Да, возможно это была его первая анимация, но как по мне для первой анимации это слишком круто. Ииии возможно Рейн и правда. Хотел раскрыть нам эту мысль, что его главный герой является киборгом. Но давайте допустим тот факт, что эта анимация могла быть шуточной и ничего не значить. Поэтому нам нужно больше доказательств. Но ведь если Рейн и правда киборг, то очень легко объяснится тот факт, что он выжил несколько дней, находясь в Незере около самой горячей лавы. А между прочим, около лавы температура может доходить и до температуры кипения воды, а то и больше. Давайте представим, что внутри нашего главного героя есть резервуар с питательной жидкостью. И эта питательная жидкость проходит по трубам в его мозг. Не боюсь предположить, что все его тело состоит из металла, из разных химических соединений. И единственное органическое вещество в его организме это его мозг. И в таком случае прокормить один мозг было бы очень легко. Ну или эти мягкие ткани тоже являются органикой. И в таком случае была бы понятна его быстрая регенерация. Скорее всего, его механический череп защищает от солнечного удара, а этот самый резервуар может пропитать его около недели. А это, ребята, еще доказательство того, что он является киборгом. И внутри него находится металлический скелет. Ибо столь сокрушительные удары уничтожили бы обычный скелет любого человека. И просто дали бы болевой шок, который бы окончательно его убил. Сейчас я призываю вас посмотреть на этот момент. Как вы видите, в этой драке с Херабрином, Рейн наносит ему крайне быстрые, моментальные удары. А также он настолько быстро передвигается, что даже если замедлить видео в 4 раза, мы его просто не заметим. Мне кажется, что Рейн включил что-то вроде энергетического ускорения. Именно эта функция помогла нашему главному герою совершать столь быстрые, но продолжительные атаки, а также передвигаться практически со скоростью электрического тока. Ну и конечно же вы зададите вопрос, тогда почему он не использовал его на протяжении всего остального времени? Мне кажется, после того, как он впервые попробовал эту функцию на Херабрине, он понял, что очень сильно разрядился. И больше решил ее не использовать. Ибо подзарядки у него не было. О теории, откуда вообще зародился Рейн и откуда у них бластерное оружие, я расскажу в следующий раз. Кстати, да, насчет бластера. Если вы смотрели анимацию Джасуно, то вы идеально знаете, что подобный агрегат прям разорвался в руках у нашего главного героя. Так вопрос, почему после этого энергетического взрыва у него не было ни раны, ни шрамы, и ни даже отдачи? Мне кажется, дело в том, что после того, как он перегрел бластер, и это привело ко взрыву, он просто подзарядился, и ему это не нанесло никакого урона. Если бы этот бластер разлетелся в руках у той же самой Азуры, мне кажется, ее бы откинуло на пару метров, а также дало энергетический шок. Но также мы можем смело сказать, что покрытие его механического скелета, это тоже органика, потому что когда его ранили в живот, у него оттуда потекла кровь. Ну а также прошу заметить, что в его глазах все еще остались железы, которые производят секрет под названием слеза. И в итоге мы можем строить догадки о том, что Рейн вовсе не человек, судя по этим фактам. Я не знаю, докажет ли это Рейн, или... В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу, а мне будет приятно почитать ваши комментарии. Спасибо за просмотр, и всем пока! И кто еще говорил, что в Майнкрафте плохая графика? Он просто не смотрел на это звездное небо.